Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас у меня в постели. Время сейчас рано достаточно, 8 часов утра. Давно я не просыпалась настолько рано. Все потому, что вчера весь день и всю ночь я спала. Я просто решила отдохнуть, и именно поэтому вчера было только одно видео. Вот, но сегодняшний влог вы увидите завтра. Сейчас я быстренько крашусь. Если успею, я еще сниму для вас мук-панк. Если нет, мы сразу поедем с мамой в больницу. Нам надо забрать анализы. Некоторые уже вышли, и в принципе они в нормальном состоянии. Вот, надеюсь, что эти анализы тоже будут хорошие. Потому что здоровье это самое главное, что у нас с вами есть. Вообще я считаю, что где-то раз в 2 года обязательно нужно проходить полное обследование, сдавать кровь, на витамин D, не знаю, на все-все-все, чтобы знать, что у тебя все хорошо. Просто не могу вам не показать этого красавчика, который скучает по вам. Хочет вас поцеловать. Гляньте, гляньте, как он скучает. Давайте я вас поцелую. Если у вас есть девочки-кошечки, то пишите мне на инстаграм. Да, обязательно. Я свободен, молоден и красив. Макияж, как назло, получился ужасный. Губы я слегка обвела карандашом. И в принципе готова. Сейчас блеском накрашу, и все. Разложила йогурты. Сейчас вам покажу, и буду снимать видео лучше йогурт. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Двенадцать йогуртов. Разложила все это дело. И сейчас будем сравнивать и снимать для вас видео. Нужно это сделать максимально быстро, потому что мы опаздываем к врачу. Зашла в магазин, увидела вот такое вот платье-рубашка теплое, классное. Но, к сожалению, зима уже заканчивается. Куда ее брать? А еще вот это платье очень понравилось. Единственный момент, оно очень длинное. Хотя рукава, фасончик очень понравился. Расцветка классная. Единственный минус это длина. И это меня не устроило. Вот это платье мне очень-очень понравилось. Причем я давненько ищу подобное. Это S и M взяла мерить. Свитеров дома у меня очень много. Причем они все вот такого вот кроя. Поэтому я решила выбрать вот этот вот свитер. Очень красивый нежный цвет. И самое главное, фасончик. Так, девчонки, специально вот засняла для вас. Нравятся ли вам подобные платья? По мне, такое ощущение, что ты просто ограбила ломбард. Пишите свое мнение в комментариях. А это платье очень похоже на то, что сегодня на мне. Фасончик тот же, просто у меня другой материал. А по дороге я встретила сестренку Твикса. Посмотрите, какая красавица. Правда, немного отличается расцветкой от Твикса. Но мне почему-то она как родная. Смотрите, какая классная. Жалко, ее никто так и не подобрал. Хотя многие мне писали в комментариях, что они взяли и так далее. Оказалось, что это просто вранье. Она вот здесь. Но ее кормят, за ней неплохо смотрят. Она рядом с магазином. Это, конечно, очень хорошо и радует. Я уже дома и с хорошими новостями. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, наверное, в курсе. Мы получили анализы и у мамы нету сахарного диабета. И слава богу. Есть кое-какие недочеты со здоровьем, но это все мелочи по сравнению с сахарным диабетом. Это сложное заболевание. Там нужно держать диету и так далее. В общем и целом, маме нужно худеть. Там в комментариях мне писали под прошлым влогом, что купи беговую дорожку маме. Я как раз-таки решила проконсультироваться с врачом. Врач сказал, ни в коем случае. Пусть ходят пешком на свежем воздухе. Желательно по берегу моря. Вот дома, в пространстве. Это совершенно не надо. Она должна дышать свежим воздухом. И она сказала, что категорически не надо. Нужно получать витамин D. Вообще дышать свежим воздухом. Поэтому мы с мамой будем время от времени гулять. Ей прописали кучу лекарств, которые поднимают иммунитет и все дела. И я, честно, очень рада. Потом походила по магазинам. Но сегодня, знаете, такой день был. Я все ходила, ходила, ничего не могла выбрать. Смотрела, кое-что купила. Но много чего брать не стала. Знаете, лишь бы там что-то купить. Нет, вот реально не было такого, что прям зацепило что-то. Купила платье. Очень красивое. Сейчас вам покажу, надену. Наверное, в магазине я все-таки вам снимала. Еще по дороге встретила, кстати, сестру Твикса. Она прям за мной ходила. Так хотелось ее тоже взять. Ну куда мне? Мама меня уже не пустит домой. Хотя Твикса она полюбила прям как родного сына. Ей богу. Очень красивое. Вот такое вот как будто шелковое платье. Его, конечно, нужно погладить. Твикс, нельзя! Нельзя! Сейчас будет одна затяжка, и все. Тебе не жить. В общем, такое красивое платье. Очень понравилось. Надо примерить и вам показать обязательно. Не делай! Не делай! Отстань от моего платья. Девочки, мне очень-очень нравится. Правда, я в колготках, поэтому немножко липнет колготка. Но очень нежно смотрится. Мне кажется, летом будет не жарко в таком платье. Сейчас вам в полный рост покажу. Просто очумеете. Вот такое вот красивое платье. Посмотрите, как оно подчеркивает фигуру. Здесь просто надо, знаете, низкий хвост. Это платье. И сережки, которые я вчера купила. Можно сверху накинуть какой-то черный пиджак, каблучки. И будет топ просто. Я так давно искала такое платье. Девочки, я настолько рада, что я его купила. Такой материал просто. Супер! Довольно как слон. Я, правда, с бюстгальтером и не с прозрачными лямками. Но вообще у платья можно регулировать лямки. То есть можно сделать чуть повыше это платье, чуть пониже. В общем, на ваше усмотрение. Единственный минус, который я вижу у этого платья, это то, что, не дай бог, Твикс увидит меня в этом платье. Сразу пойдут затяжки. А так, в общем и целом, я давно уже хочу подобное платье. Оно хорошего качества. Правда, стоит не очень дешево. Но оно того стоит. Я буду носить с удовольствием как минимум два сезона. Это точно. Прям это лето. Я уверена, что я буду прям каждый день в этом платье. Я быстро-быстро не удалось нормально волосы как бы собрать. Я имею в виду, что вот с такими сережками, с зализанным низким хвостом и вот этим вот платьем. Это все заиграло абсолютно по-другому. Правда, без цепочки. Мне кажется, просто пушка. Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Мне лично очень нравится. Естественно, не с этими лямками. Но в общем и целом, вы меня поняли. Следующая вещь, которая мне приглянулась, это вот такой вот свитер с открытым пупком. Мне показалось очень интересно, прикольно. Сзади вот все вот так вот аккуратненько. А спереди немножечко открыто. С юбочкой, мне кажется, смотрится очень даже прикольно. Можно даже с джинсами на высокой посадке. Будет смотреться интересненько. Так что вот такие вот у меня покупки. Много чего не купила. Но то, что купила, очень довольна и нравится. Материал такой достаточно плотный на зиму. Рукава вот такие вот. И здесь немножечко открыто. Как я люблю. Мы с мамой и с бабушкой покушали. Чечевичный суп, он был безумно вкусный. И вообще заметила, что сегодня очень много всего успела. Потому что встала рано. Время всего 3 часа дня. А я уже и по магазинам сходила, и в больницу. Кое-какие анализы я сама тоже сдала. Почему нет? Вот. В общем-то и целом, я понимаю, что каждый день нужно вставать. Или хотя бы стараться вставать как можно раньше. Одежда, то, что я купила маме, например, платье. Это шелковое вообще не понравилось. Мама говорит, такое ощущение, что ты в ночнушке. Но я думаю, что если это замиксовать классным таким пиджаком и каблуками, низкие хвосты, вот такие вот сережки, будет вообще божественным. Будет вообще нечто. Сейчас я уже потихоньку буду монтировать для вас мукбанг. Потому что и вчера не было материала мукбанга. И сегодня уже время 3, ни одного видео не было. Поэтому быстренько скидываю вам интересные видосы. Вот. А покушала я, не снимая мукбанг. Но ничего, вечерком еще один мукбанг обеспечен. И потом уже с мамой пойдем гулять. По магазинам еще немного пройдемся. Купим лекарства, которые маме прописали. Вообще, в общем и целом, могу вам сказать, что лечение очень дорого обходится. Все эти анализы. Мы сдавали 9 анализов маме и 1 УЗИ мне. Вот. В общем, это все вместе вышло в кругленькую сумму. И с одной стороны, понимаешь, почему люди не идут по врачам. Потому что это нереально дорого все. Жду, пока загрузится все это дело. Вообще, я хочу купить себе новый ноутбук. Я планирую это сделать уже, наверное, где-то год. Но я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие 3-4 месяца надо будет уже покупать новый. Не потому что этот плохо работает или он мне как-то подводит. Просто дело в том, что я хочу ноутбук помощнее. Чтобы моя работа проходила быстрее. Вот. Сейчас буду монтировать и потом вернусь к вам. Кстати, ребят, не знаю, сталкивались ли вы или нет. Я просто вообще чайник в компьютерных этих всех делах. Вот. В общем, я включаю компьютер. У меня открывается приложение Одноклассник. Приложение Яндекс. Короче, куча всяких приложений. И они мне совершенно не нужны. Я хочу их удалить. Я захожу, пытаюсь их удалить. И мне пишет, это приложение открыто. Закройте, потом удалите. Я закрываю, опять пытаюсь удалить. Мне пишет, нет. Оно еще открыто. Быстро закрой, потом приходи. Я опять закрываю, захожу. Опять то же самое. В общем, ребят, если кто-то знает, как удалить приложение с компьютера, которое я не могу закрыть. Как это сделать? Кто знает, напишите, пожалуйста, мне в инстаграм. Или под видео. Буду благодарна каждому. Спасибо. Я не знаю, мне одно окажется, что он очень мило лежит. Посмотрите на его язык, который торчит изо рта. Ну, прям мимимишно. Ой, сладость. Сладость, посмотрите. Это язык. Это язык Твикс. Пока я, ребят, монтировала свои видео, на улице уже ночь. Время, время уже и семь. Я, наверное, сегодня вам и выложу это видео. Ну, прям совсем поздно. Ну, прям совсем поздно. Вот, потому что завтра буду снимать для вас новый влог. Я понимаю, что это получилось, но не прям так интересно. Вот. Ну, надеюсь, что дальше будет лучше. Вы смотрите влоги. Мне безумно приятно. Спасибо вам огромное. Буду стараться для вас все больше и больше. А сейчас мы с мамой направляемся на прогулку. Хотя на улице такой туман. Либо у меня стекла такие. Сейчас вам покажу. Мы просто будем гулять, купим лекарства. И, в общем, ничего такого интересного. Там врач прописала лекарство. Рецепт такой, что вообще не понять ничего. Врач мне такая говорит, все понятно. Я такая, да-да-да, у вас почерк другое дело. У вас прям все понятно. Нифига, ребят, надо все это уточнять. Что где написано. Мне иногда кажется, что вообще врачи пишут на каком-то специальном языке. Который понятен только фармацевтам. Просто какие-то, знаете, загогульки. И ты даешь фармацевту в аптеке. Он такой, а, да-да-да, это все есть. У меня просто такой вопрос. А как ты поняла, что там написано? А вот и туман. Гляньте. Не люблю такую погоду. Мне сразу становится страшно. Но ничего, прогулка не отменяется. Врач сказал, что на свежем воздухе надо гулять. Так что мы погнали. Смотрите на них. Смотрите на него. Он раньше не шел к мамочке, а сейчас прям вовсю кайфует. Пакет такой нью-йоркер. Самое главное, подожди, я сейчас буду говорить коронные свои слова, маме. Самое главное в жизни каждого человека это наши родители. Мы с тобой, мам, очень похожи. Мы образовываем копии. Вот, и твиксик тоже, кстати, на нас очень похож. Сразу видно, что из нашей семьи лесгин такой чистокровный. Мы прям, вот. Я, короче, рада, что у мамочки не вышел сахарный диабет. Маме, ты рада? Да. Будем дальше тортики кушать. Я маме сказала, что если не будет сахарного диабета, обещаю, что мы с тортиком вернемся домой. Но так как мама у нас сама печет, она сама кулинар и все дела, мама сказала, не надо, стоп, стоп. Я не знаю, куда девать тортики, которые я готовлю на iCook. Они улетают просто. Один тортик за один день. Мы сейчас пойдем с маме гулять и покупать лекарства. А мы с вами встретимся в следующем влоге. Надеюсь, что он будет в ближайшее время. Всех люблю, целую. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Всем...